Мне интересно было бы узнать про твое знакомство с Павлом Дуру. Окей. Это очень скрытный человек. Так. Про него очень мало кто что знает. Так. Он выпускает один пост в год. Так. Как тебе его модель жизни? Вызывает большое уважение. Да. Но я бы так не смог жить. Почему? Я бы так не жил. Ну, слушай, он отшельник. Да, он... У него рядом мало людей, как мне кажется. Да, может, я ошибаюсь. Он тотальный зожник вообще. Он даже не употребляет кофеин. Типа, я бы так не смог жить. Вот, может, это он что-то скрывает. Но со стороны кажется, что он всего себя посвятил вот именно своему проекту и полностью в нем. Вот, я бы так не смог. Мы с ним еще вот говорили, кстати, как раз про влюбленность, про любовь. И я ему говорил, бра, я влюбился, пиздец. Что вот, ну... У тебя когда такое было в последний раз, типа? А он мне говорит, что это очень опасно и больно. Типа, не нужно это делать. Потому что, да, сначала тебе пиздато, а потом очень больно отлипать. И это влияет вообще, знаешь, на твою жизнь, на продуктивность, на твои дела. Типа, не надо. Вот, и он бизнесмен до мозга костей прям. Он бизнесмен даже плохое слово. Предприниматель. Не знаю. Да он творец. Он творит телеграм. Это реально лучший мессенджер в мире, блядь. Да. Базару ноль. Но какими целями... Ой, или какими жертвами, да, наверное, так это достигается, я бы никогда не смог. Он твоя противоположность в каком-то смысле. Да. Но я не думаю, что он выбрал это. Типа, так, я не пью, не то не... Мне кажется, ему это просто не по кайфу. Понял? Жизнь его к этому подвела. Да, 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 да. Что ему прям, видимо, максимально кайфует он от жизни, именно от того, как он ебет мир. И это прекрасно. Первая встреча с ним как прошла вообще? Каким образом? То ли в директе, в инстаграме это произошло, то ли через общих знакомых. Сейчас не вспомню, что, типа, вот, Павел приглашает на ужин познакомиться, поужинать вместе. Я думаю, нихуя себе. Это же тот самый, который с тиграми голый фоткал. Ебать там, что за тело? Вот. И все, мы приехали к нему. По-моему, первая встреча, это был я с Диларой и мой охранник. Короче. Не Азиз. Ну и все, и, во-первых, я охуел от того, в какой вилле он живет. Да. Я просто охуел. Вот. Но это арендованное, кстати. Охуел почему? Ну, я никогда не видел таких домов. Ого. Там настолько все охуительно. Ну, я тебе фотки покажу. Хорошо. Потом этого дома, да, он сдается в аренду, но он там жил на постоянке. Вот. Я просто охуел. И мы сели вот так вот за стол и ждали, пока он спустится. И вот. Это было как-то напряженно. Черная фигура вот так вот. Ебашит просто к нам. Все, здравствуйте. Павел, Павел, Алишер. Дилара. Здравствуйте, здравствуйте. Как-то сначала было немножко сковано и сложно. Почему? Вы люди из разных абсолютно сфер. Да. Знаешь, и даже из разных поколений. И как-то, ну, камон, это же, блядь, Павел Дуров. Он вот перед тобой сидит, ВКонтакте сделал, стену убрал, сука. Голоса верни. Это телеграмм. Ох, беть. И вот он тут. И сначала было такое, барьерчик небольшой, конечно, присутствовал. А потом это, стаканчик вина дал. Ну, не он, он не пьет. Вот. И как-то разговорились и оказался таким, на самом деле, он показался простым, простым пацаном. Как бы это странно ни прозвучало, со своими, конечно, установками по жизни, загонными и прочим. Но открытый для общения. Не типа, я Павел Дуров, нахуй. И стену не верну. Да, вот этого не было. А именно просто пацан, мужик, я не знаю. Пацан, его не поворачивается язык назвать. Ну, не пацан. Да. Просто охуенный, реально, мужчина. Вот, я даже так скажу. Отличный мужчина. Да, очень интересно он смотрит на мир. Это уж он сам в своем телеграм-канале будет расписывать. Но, в целом, я охуевлен. Ну, вот. Ты таких людей не встречал прежде? Не, не встречал. Конечно, нет. Но Павел Дуров, он один. Такой вопрос. А вы с ним один раз встретились и все, или поддерживаете? Не, мы много раз виделись, много раз ужинали. Какое-то время мы даже вместе качались. Спортом занимались. Бам-бам. Вся хуйня. Он бы мог стать твоим другом? Другом? Да мог бы, конечно. Но я не знаю, сколько на это нужно времени. Потому что, когда ты на таком уровне, ну, мне кажется, он паранойит абсолютно обо всем. Ну, ты прикинь, твой мессенджер хотят читать спецслужбы со всего мира. Да. Я думаю, там такая паранойя и паника, что он очень-очень избирателен в людях. Сложно жить на такой высоте, да? Угу. Ммм, сложно жить на такой высоте, брат. Ммм.